И снова привет, Аня! Мы вместе с тобой сегодня пойдем смотреть, как живут другие. Этот выпуск будет невероятным, уникальным, очень сильно отличающимся от того, что я показываю обычно, но тем не менее даст вам кучу возможностей для того, чтобы сделать свой ремонт дома каким-нибудь необычным, супер стильным. Помогает нам сегодня Аня Зайкина. Она снималась уже в нескольких наших выпусках и я прям с предвкушением жду рассказа о том, где мы сейчас. Рада снова всех приветствовать здесь, в Сергиевом Посаде, в самом центре, в нашем пространстве бывшей трикотажной фабрики. И сейчас мы находимся в холле мини-отеля Трикотажка дома. Аня, я просто горжусь, что это русский дизайн. Я просто смотрю на картинку, мой глаз радуется. Я просто невероятно рада, что я оказалась здесь и являюсь проводником, который может это людям показать. Давай в двух словах. Значит, мы показывали предыдущее видео, где каждый из номеров просто невероятный. Мы посмотрели только половину отеля и сегодня мы поговорим про вот это общественное пространство и про даже, я не знаю, как сказать, уникальный способ разместить человека. Это что-то типа супер модного хипстерского хостела. Да? Как-то так. Ну, кстати, мы, говоря, не относимся к хостелу. Мы мини-отель, хотя у нас есть одна категория, которую мы не видели в прошлом выпуске, где более бюджетное размещение, но зато удобное и комфортное вполне себе. Друзья, кто не видел прошлое видео из этого отеля, рекомендую к просмотру. Там мы рассмотрели множество номеров, проекты которых были разработаны разными дизайнерами под каждый номер. Сейчас мы в холле, где у нас есть общая столовая зона. В нашем отеле есть небольшая кухня. Мы как можно туда тоже заглянуть, но это наша любовь, которая встречает гостей, которые уже стали нашими постояльцами. Во-первых, в нашем отеле проходят регулярно выставки местных художников. И сейчас все работы по стенам. Можно посмотреть. Это действительно сменная экспозиция. Она меняет. Я хотела спросить, где брать вот этот невероятный арт? И понятно, так, у тебя. Да. Можно его брать у меня. Могу давать контакты. И здесь действительно в этой зоне много фишечек и разговора о том, что не обязательно быть профессиональным дизайнером или архитектором, но максимально проявлять себя творчески, если в этом есть потребность. А можно пойти и учиться. Когда мы делали ремонт, нам очень хотелось над этой зоной. Я думаю, все заметили этот светильник. И мы его придумали сами. Пойдем к нему поближе, потому что начинается он не отсюда. Начинается он со стены, которую очень хотелось задекорировать. И мы приобрели разноцветную ретро-проводку нашу любимую. И оформили ее в геометрический узор. И из этих распаечных коробок проходят провода, которые подсвечивают наши разноцветные лампочки. Это получилось очень экономично относительно того света, который, когда тебе нужен, большой свет или свет на высокие потолки. Это прямо идея, которая всем очень заходит. И мы всегда делимся на наших экскурсиях. Давай еще поговорим про стол. Потому что мало того, что обычный стол на обычную маленькую кухню, там от 6 до 12 квадратов сложно и дорого найти. А тут просто полотно каких-то виковых дубов. Я уже говорила про контору Forest Market. Дам ссылочку на нее обязательно. На самом деле, это просто, как и все подоконники в нашем отеле, склеенная доска. Это ясень. Мне хотелось, что стол, конечно, он был более прочным, функциональным. И он сделан из двух частей. Они раздвигаются. И мы можем быстро менять пространство. Потому что так бы он был неприподъемный, если бы он был целиковый. Взяли столешницы, прикрутили к ним основание. И все, стол готов. Покрыла сама маслицем. Порекомендуешь стулья где взять еще? Относительно недорого. Что тоже? У тебя их много? Честно, мы, конечно, больше всего поставок у меня был Leroy. Озон. На Озоне очень много. И можно отсматривать, отсматривать. И дальше переходить просто на производителя. Потому что, конечно, все эти площадки стали очень актуальны в наше время сейчас. Они удобные, они мягкие. Мне они очень нравятся по цвету. Они не бросаются. Прямо огонь. Я обожаю предновогоднюю совету. Мне ее, кстати, тут очень не хватает. Все эти шарики, лошадки, мишура, огоньки на окна, подарочная бумага, елка. Денег уходит немерено, а результаты не всегда получаются предсказуемыми. Мы с Яной Савиной в продолжении нашего курса Фотодача сделали новый мини-курс «Новогодняя фотосессия у тебя дома». Мы знаем, как убить сразу трех зайцев. Не потратив много денег, украсить интерьер и сфотографировать семью, друзей, детей на этом фоне. Так вы сможете сэкономить деньги на стихийной покупке ненужных вам украшений, аренде фотостудии, а с другой стороны сделать нарядную квартиру, сделать памятные фото всей семьи и друзей, которые придут к вам в гости на длинные праздники и весело и душевно проведут время. В мини-курсе мы расскажем, как декорировать горизонтальные поверхности, вертикальные окна, дверные проемы, как создавать инсталляции. Научим выбирать новогодний текстиль, ну и поделимся всем, что мы знаем в этой области. Второй блок мы посвятим фотографии, как разместить три поколения на фото, как фотографировать пары, как одеться для фотографии. Ну и, конечно, Яна, профессиональный фотограф со стажем, поделится своими наработками для того, чтобы у вас получились шикарные фотографии даже на телефон. Бонус от нас – пять новогодних мастер-классов. Сможете классно провести декабрь с детьми или друзьями и очень полезный гайд 100 новогодних покупок со ссылками на все товары. Ссылка, как обычно, внизу под видео. Цена символическая. Не пропускайте, переходите. Еще хотела показать, что у нас есть. У нас есть кухня, на которой может каждый постоялец, гость пользоваться ей, всей техникой. И мне хотелось сделать ее максимально удобной, привычной, как дома. То есть это и киевская кухня, купленная буквально в последний момент, заскочила. Ну да, и все как привычно. Посуда, еще ящик с посудой. То есть у нас есть небольшие запасы чая, которыми можно пользоваться. Безусловно, мы все моем в посудомоечной машинке. И тут же, кстати, моя любимая кжель, которая есть у меня дома, про которую я рассказываю, что ей можно пользоваться, и она моется регулярно. Кофемашина, чайник, даже есть холодильник для вина. Мне нравится, как вы сделали пол, как вы подняли плинтус и не стали, ну, ничего делать, просто плиткой оформили. Да, нам нужно было закрыть технический короб. И здесь, кстати, тоже интересно, что нетипично для кухни. У нас нет центрального света. Мы светильники, которые у меня остались, разместили по периметру кухни. Это дает достаточно много света, потому что она маленькая, но в ней все умещается, и мы ей пользуемся, и готовим. Сами иногда балуемся для наших гостей. Ну, то есть я правильно понимаю, это как бы не ресторан, а как апартаменты. Ты приходишь и можешь приготовить на этой кухне что-то? Да, ты приходишь, можешь приготовить. Может быть, желание приехать с компанией, не ходить в рестораны, а остаться здесь, погреть, приготовить. Либо иногда мы снимаем ролики, как мы сами готовим, и разные рецепты. Сейчас у нас открыт сезон тыквы. Вот был тыквенный пирог, тыквенный суп и проще, пока не расходуем весь наш отельный реквизит после осени. Урожай. Урожай, да. Я вижу потрясающе просто размера полотно тканевое, которым вы что-то закрыли. И, во-первых, такую длинную ткань тяжело в принципе найти. Во-вторых, она либо стоит невероятных денег, либо ты знаешь, где вот это вот чудо продается. Это чудо я купила в Леруа Мерлене, в том же. Просто я сшила между собой несколько, не я, на производстве полотен. Мне нужна была высота порядка четырех метров, потому что здесь высота потолков четыре с половиной. Единственное, что к таким тканям, такого объема, нужны специальные кронштейны. Они должны быть металлические, чтобы они выдерживали. Иногда мы проводим здесь мероприятия и маркеты, их хочется это все раздвинуть, чтобы мы получили большой холл. Хорошо. Еще обращаю внимание на мебель. Вот много старой мебели и классно ты ее выбираешь. Где берешь? Уже готовы отреставрированы или сами что-то с ней делали? Реставрировали сами. Хорошая контора, это контора К. Она занимается вот подобным антиквариатом. Большие молодцы. Везут из Питера и из Москвы. У них два склада, вот это наш прям красавчик, любимый для посуды. Да, посудой всей тоже можно пользоваться, брать из ящичков. Все для гостей. И пойдем посмотрим вот этот камин, напротив которого стоит диван. И ты, наверное, чувствуешь себя таким маленьким и тепленьким, когда он горит. Потому что напротив тебя что-то гигантское. Нет, Оля, это не камин. Это изначально проход в ту часть здания был здесь, но мы его перенесли. Немножко здесь зашили стену и поставили такой уголок. У нас в номерах нет телевизоров. Честно, против того, что в спальнях, в принципе, были телевизоры. Потому что они мешают, отвлекают от очень важного процесса отдыха. Но иногда есть посетители, которые хотят посмотреть что-то. Или детям нужно включить мультик. Поэтому мы в общей зоне сделали локацию с телевизором. Назовем это портал. Портал. И ты знаешь, я хочу порадоваться тому, что ковер висит на стене, как в детстве. Как в детстве. И это такое, знаешь, небольшое превью к тому, что можно увидеть дальше у нас в большом номере с капсулами. А здесь сразу наших гостей, или тех людей, которые просто пришли посмотреть, ждет такой небольшой вау-эффект. Потому что у нас такая дверь, которая ведет, дверь в шкаф, которая ведет в совершенно другое уютное пространство. С коврами. И это была моя идея. Я их собирала достаточно долго. Потом складывала из них пазл на полу. Потом мы это все прибивали к стене. И ковры на стене, они создают определенный уют, шарм. И они загибаются еще на пол, как на том примере. И у нас получается все монохромно здесь, по этой стене, в коврах. Где ты их взяла? Я их... В таком количестве. Еще и такие красивые. Я их купила на вернисаже в Измайлово. По субботам. Там выставляют старые ковры. Фишка в том, что можно попросить ветошь. Честно говоря, я иногда не поняла, чем ветошь отличается от неветоши. Вот. Потому что были очень старые, потертые, но красивые. Я еще не все даже применила, потому что забрала сразу много. И здесь, ну, где-то у них были недочеты. И поэтому я выпросила скидку себя за такой большой объем. Смотришься ты на них просто потрясающе. Я могу сказать, что это наша любимая фото-зона. Иногда мы разрешаем здесь проводить фотосессии. Либо людям нравится фотографировать свои продукты в наших интерьерах, чтобы дальше их распространять. Поэтому это прямо очень-очень всем излюбленная точка. Окей. Давай, куда мы попали? Потому что помещение необычное. Мы попали в номер с капсулами. Здесь мне хотелось что-то необычного того, что нет в нашем городе, чтобы сделать действительно продукт уникальным. И мы разработали капсулы с местными же мастерами, которые полностью из фанеры сделали такие кабинки. При этом, кто слышит слово капсулы, думай, что это то, куда тебе нужно залезть и спать в абсолютно ограниченном пространстве. Здесь же есть все. Откидной стол, чтобы ты мог сесть и поработать. Здесь есть локер, куда можно сложить вещи, свет, розетки и полностью набор всего необходимого. Когда мы заезжали на тестовый заезд семьями с детьми, так как у меня много детей, у моих друзей много детей, дети сказали, нет, мы спим не с вами. И здесь был просто краш-тест капсул, потому что дети прыгали с одной на другую, им очень это понравилось. И есть второй уровень, и всегда есть мечты о том, чтобы спать на втором уровне. Детям очень-очень нравится. Я даже советую всегда предоставлять им свое пространство в капсуле, если вы заехали большой семьей. Очень круто. То есть даже можно несколькими семьями приехать, да, отделить, например, всех детей, которые готовы спать отдельно в каждую свою кроватку и там разойтись в две разные стороны. Родители в одну, дети в другую, да. Например, отметить Новый год или день рождения. Да, мы как раз ищем большую компанию под отмечением Нового года, потому что видим, что это будет большая, дружная, единая семья или друзья. Вот. Поэтому, да, здесь здорово. Ну, знаешь, эта капсула напоминает мне что-то японское, да, или что-то в аэропорту. Какие фишки еще ты нам здесь покажешь в ней? Ну, может быть, в другой какой-нибудь или, не знаю, что-нибудь. Какие-нибудь розетки классные вы придумали? Здесь капсулы все одинаковые, розетки. У них очень много ящичков при этом. Здесь ящик для обуви, чтобы ее оставить. Здесь ящик для верхней одежды. Мы продумываем еще с точки зрения, что ты можешь приехать абсолютно налегке. Даже, может, не задумывала остаться в Сергиевом Посаде и оп, и у тебя появилась такая фантазия остаться с нами, переночевать, пообщаться со всеми в общей обеденной зоне. Вот здесь можно работать, рядом есть коворкинг, поэтому это очень все удобно. Ань, это, я так предполагаю, просто невероятный объем работ для того, чтобы вот это все воплотить. То есть, мало того, что чертежи и архитектор просто бог проектирования, но еще и просто сама практическая часть. И просто в основном на канале я говорю о ремонтах, о материалах, о том, где как сэкономить и что можно найти интересного. И, наверное, здесь ты можешь чем-то поделиться. Например, какие-нибудь лайфхаки по отделке стен, по закупке материалов. Вот что-то такое. Честно, я могу сказать, что не бойтесь, если вы в каких-то переделываете старое жилье, оставлять кирпичные стены. Мне кажется, это сейчас очень актуально. Мы постарались максимально... Во-первых, мы выиграли очень много в пространстве. Когда мы заходили на эту территорию, стены гипсокартоновые стояли примерно сантиметров на 15-20 от стены, куда были замурованы батареи. А мы освободили еще зоны подоконников, на которых можно сидеть, можно за ними работать. Где-то они выше, где-то ниже. Не бойтесь, расчищать старый гипсокартон и смотреть, что он за собой скрывает. Я переделываю в основном старые объекты сейчас. Что в квартире, что здесь. Поэтому скорее, наверное, да. Хочется изначально все вычистить максимально и потом строить уже свою совершенно новую историю в старых капитальных стенах. Так, ну хорошо. И еще вопрос. Ну понятно, вот ты поспал, а куда ходить? Например, санузел, мыть руки, умываться, чистить зубы? Пойдемте, я вам покажу. Конечно, у нас предусмотрен общий санузел, причем не хотелось, чтобы человек вышел из одного красивого места и попал в типовую. Некрасивая. Я действительно очень люблю, когда в разных заведениях. Да, санузлы сделаны, ну как минимум, нетривиально. Вот, у нас есть общий санузел, он находится здесь. И здесь тоже есть и элементы старины. Это прямо мини-спа. И это, кстати, мини-спа. Да, тут можно увидеть, что у нас есть и детские горшочки, и куча всяких мелочей, которые могут понадобиться. Но вот это вот старые зеркала. Единственное, что мы в них поменяли сами зеркала, оставили одну раму, потому что не все любят смотреться в старые зеркала. Лично я их чуть-чуть побаиваюсь. Я тоже. И оставили старые керамические светильники, которые мы привыкли видеть даже больше в общественных заведениях прошлой эпохи совсем. Где брать сантехнику? Не сантехнику, а фаянс. Где брать раму? Фаянс. Вот просто будет огромное спасибо Леруа, потому что они очень быстро отреагировали, и разнообразие большое. Но есть, кстати, одно но. Ассортимент иногда в Леруа Мерленах, которые находятся на территории города или за городом, чуть-чуть отличается. То есть я ограбила два Леруа Мерлена. Один был в районе Пушкина, и там было больше продачников, наверное, которые находятся в районе Третьего Транспортного. В Москве там будет больше продом. Поэтому всегда штудировала сначала сайт, где что есть, а потом, чтобы не тратить время, точно ехала и брала. У них очень удобный ресурс. Давай три основных фишки. Как ты здесь, ну не знаю, сэкономила или там что тебе нравится? Здесь мы работали с пространством, и нам нужно было разместить оптимальное количество и душевых, и санузлов. И здесь получается пять того и пять другого. Поэтому... А места вроде много, но оно ограничено. И двери у нас не попадали. Поэтому здесь у нас двойные такие раздвижные двери. Кто-то смеется, что это двери в шкаф. В шкафте, да? И самом санузле. Мы оставили старую кладку. Мы оставили даже элементы старого бетона. И мне очень, честно говоря, нравится, что он такой хоп и не совсем обычный. Ну, по крайней мере. Ну, по крайней мере, стык такой, да? Временный. Да. Прямо такой стык. При этом здесь мы и сэкономили, и получилось что-то не совсем обычное. Потому что если бы был просто простой, самый недорогой плиткой и полностью выложенный санузел, я думаю, он бы проигрался внешним видом. Ну, ты знаешь, вообще, туалет и арт, как ни удивительно, это вообще вещи созвучные. Очень часто идут рука об руку. Ну, то есть, где больше всего разных журналов. Да, да, да. Ну, и искусство, даже писсуары возьмем. Ну, то есть, фонтан, как и вот Дюшана. Хочется иногда найти необычную сантехнику, и какое-то должно быть все равно. Но я считаю, что нельзя к этим местам относиться просто, потому что ты туда гостя не пригласишь или еще что-то. Нет. Очень всегда обнимание обращаю. Даже в ресторанах считаю, что вот так можно зайти, вымыть руки и понять, как человек относится к своему интерьеру в своем месте. Так как здесь, в городе, у нас большое сообщество художников, интересных творческих людей, хотелось это максимально показать. И мы проводим выставки у себя. У нас есть небольшой зал, который мы используем для йоги. И в том числе можно йогой заниматься в рамках выставки картин, которая проходит каждый месяц. Она меняется. И при этом очень здорово, когда ты начинаешь охотиться за всякими предметами искусства, посещаешь небольшие города, потому что везде есть какие-то фишечки. Я очень рада была, Оль, тебя видеть в своем пространстве. Но очень долго у меня собиралось. Больше года мы здесь сделали ремонт, продумывая все до мелочей. Мы здесь и спим, и работаем, и придумываем новые проекты, встречаемся с разными клевыми людьми. Мне бы хотелось, конечно, чтобы ты приехал ко мне лично в гости вместе с Кристианой, со всеми девочками. И действительно здесь очень много всего, о чем нам хочется рассказать, показать. Мы всем всегда очень рады видеть и проводим каждый раз экскурсию в наши номера и рассказываем про тех людей, которые здесь что-либо творили. Хочется сказать, что для всех тех, кто не успел что-то рассмотреть, приезжайте в гости, смотрите, как это сделано, трогайте своими руками, изучайте. Подписывайтесь на канал, до скорых встреч, пока-пока. Все, пока-пока. Хочу предупредить людей об одной детали – это лучшее наше изобретение.